НПО Машиностроение В цехах предприятий руководители области подробно рассказали о последних разработках ученых в области оборонной промышленности, в частности о подвижном ракетном комплексе «Бастион» и разработке студентов института имени Баумана в космическом аппарате «Бауманец-2». Основные функции, которые мы реализовали, это внизу стоят камеры дистанционного зарегистрирования Земли, можем фотографировать сельхозугодие, говорить «засуха» или наоборот «половодие». Реутовский форум инновационных идей стал следующим пунктом программы. Масштабная выставка проходит в городе впервые. На одной площадке собраны достижения и разработки как состоявшихся ученых и инженеров, так и начинающих изобретателей. На форуме Андрея Воробьева презентовали проект создания в Реутове Центра инновационного творчества молодежи. Глава региона идею поддержал. Также в ходе визита губернатор и глава Реутова Сергей Юров обсудили вопросы социально-экономического развития. Подробный сюжет о том, как прошел визит Андрея Воробьева в Реутов, смотрите сегодня в вечерних новостях в 19.30. Два часа на проверку грамотности «Тотальную» Реутов начал готовиться к главному диктанту года. Принять участие в нем может каждый. Им нужно лишь зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. От нашего города испытать себя пока решились более 30 человек. Здесь каждый участник указывает свое имя, фамилию, но также это может быть и анонимное написание. Здесь он может указать свой псевдоним и кодовое слово. Эта информация важна для дальнейшей регистрации на сайте, чтобы посмотреть результаты. Площадкой для тотального диктанта в Реутове станет школа скорочтения. Сейчас здесь идут последние приготовления. Узнать какие-то подробности о текстах невозможно. Лишь за два часа до начала они поступят на места. Единственное, что удалось выяснить, их автором станет детский писатель Андрей Усачев. Судя по текстам прошлых лет, тексты достаточно сложные. Неподготовлен человек, конечно, будет немного сложновато написать этот диктант. Поэтому, естественно, нужна какая-то минимальная подготовка. Читаете телеком перед аудиторией? Первый раз читаете телеком. Да, потом уже, когда они начинают записывать, вы читаете им отдельно по предложениям. По предложениям. Сначала предложения я прочитал, а потом, соответственно, уже с правильной интонацией. Эта Виктория Нагаева объясняет, как правильно читать текст. Роль так называемого диктатора взял на себя начальника отдела городского образования Иван Гетман. Главные требования – четкость произношения и, конечно же, интонационно соблюдать знаки припинания. Впервые принимает участие, поэтому я думаю, что это событие должно быть значимое. И я думаю, в следующем году уже не будет вопросов о том, что будем ли мы принимать участие или не будем. Я думаю, мы принимать будем участие в обязательном порядке в следующем году. Но в этом году в качестве эксперимента почему нет? Итак, тотальный диктант пройдет в эту субботу, 16 апреля, в 732 городах по всему миру. Старт в три часа дня. В прошлом году свою грамотность проверили более 100 тысяч человек. В этом организатору уже говорят о 150 тысячах зарегистрированных участниках акции. Подготовка к единому госэкзамену в Риотовских школах началась еще в сентябре. Преподаватель физики Татьяна Тараканова для 11-классников составила свой план работы. Упор делает на отработке третьей, самой сложной части ЕГЭ. Сначала тематически, а потом уже комплексно отрабатываются те или иные навыки, методы, способы решения. Смотрится на отдельные какие-то особенности в тех или иных явлениях. Учителя утверждают, подготовка к любому экзамену – процесс непростой. Но у единого есть свои особенности. Например, нужно правильно уметь заполнять бланки. Хотя главное, конечно, знания. Их школьникам дают не только на уроках, но и на дополнительных занятиях. Систематическая работа, конечно, в школе ведется по подготовке детей к ЕГЭ. И если дети возьмут все, что им дано, то я считаю, что ЕГЭ будет успешно сдано. 11-классник Владимир Мишустин с экзаменами по выбору определился. Сдавать будет математику и физику. Задачу у доски решает с легкостью. Он считает, что школьных знаний для успешной сдачи ЕГЭ ему не хватит. Занимается дополнительно два раза в неделю. В факультете в школе и с репетитором. Собираемся, делаем статградовские работы. Это пробники, приближенные к ЕГЭ. Пишем пробники с бланками. То есть ставим упор именно на подготовку к экзаменам. Максим Довгошея с одноклассником согласен. Готовится по той же схеме. Не знаю, может ли вообще хватить знаний, которые проходят за школьную программу. Но все у нас в классе занимаются у репетиторов. Все как-то готовятся, ездят на курсы или сами своими силами справляются. Подготовка к единому экзамену – не дешевое удовольствие. И зависит оно напрямую от количества предметов, которые предстоит сдать школьникам. Объявлений много. Но подготовить к сдаче ЕГЭ смогут далеко не все. Потому выбирать репетитора необходимо аккуратно. А родителям помнить – для детей вся суета вокруг госэкзамена – сильный стресс. Психологи рекомендуют умственные нагрузки чередовать с физическими. Индивидуальные реакции психики у всех разные. И поэтому можно добиться обратного эффекта. Ребенок выпил успокаивающее средство, пришел на экзамен. А вместо активности мозга у него, наоборот, заторможенность. И он даже не может вспомнить то, что он и так хорошо знал. Поэтому это может являться препятствием. Первый экзамен в этом году риотовские школьники сдадут 27 мая. Стартуют с географии и литературы. Последними ЕГЭ напишут те, кто выбрал химию и физику. Выпускные экзамены пройдут в двух школах города – 4 и 7. Как и прежде, с чужими учителями и под прицелом камер. Вахта памяти открылась в Риотове. Она включает в себя мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие акции состоялось в городской администрации. В зале собрались школьники и ветераны, педагоги и члены общественных объединений. По поручению главы Риотова Сергея Юрова в городе в рамках вахты памяти запланированы десятки мероприятий. Среди них ставшие традиционным шествие забытого полка, уроки мужества для школьников, конкурсы патриотических проектов, викторины, литературно-музыкальные вечера и экскурсии. Главным приоритетом в работе мы видим военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи города. Привить им любовь к семье, школе, городу, отечеству. И если станет вопрос необходимости, стать на защиту нашего отечества. Отдельное внимание в рамках акции уделят изданию новой редакции книги памяти Риотова. Туда, как ожидается, добавят 196 новых имен риотовцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Разыскать имена бойцов удалось благодаря поисковой работе учеников школы номер 6. Гесметио обещает, что сегодня мы наконец-то увидим солнце. Днем плюс 11, ветер слабый, северо-восточный, 2 метра в секунду. К вечеру поколодает, до плюс 4 осадков в Синопске не прогнозируют. Продолжение следует...